А разве ананасы бывают розовыми? Кажется, я оторвала ей глаз. Да уж, криповый у вас ресторанчик. Сама ты криповая, Аня? Да это же просто обыкновенный мячик. Ничего не обыкновенный, ничего себе скажу. А ты проверь. Мне кажется, ребята, Джон очень добрый, он улыбается. Аня, ты извини, конечно, что мы отвлекаем тебя от безумно важного дела, но мы должны тебя огорчить. Аня, Джон это не Джон. По-моему, Джон немного расстроился, ребят. Не знаю, ребят, зачем вы попросили именно поднос и собрать все эти антистрессы сюда, но я сделала то, что вы просили. Вот он, ваш поднос с антистрессами. Как будто вы собрались какой-то инопланетный ресторан делать. Именно, Ань, ты почти угадала. Сегодня мы снова, наконец-то, будем уничтожать антистрессы, но не совсем обычно. Мы кое-что придумали, чтобы было интереснее. Да-да-да-да-да. Привет, я Покемон Юмичу, а это моя типа мама. Миша, лайк, ставь нам лайк и пиши здесь свои комментарии и на канал наш. Подписывайся. А это Эйван, мой муж. Да, привет, чтобы нас скорее стало уже 2 миллиона. А это, кстати, моя сестра София. Да, привет, ребята. Эй-эй-эй, погодите. Антистрессы они тут уничтожать собрались. А как же те самые 4 гигантских слайма, которые я делала по вашей просьбе несколько дней. Из матовых лизунов, прозрачных. И твой сопли слайм Юмичу. Из противных лизунов. И Мишина больница из испорченных антистрессов. Это что, все было зря? Вы же обещали с ними эксперименты проводить. Ань, успокойся, все в порядке. Просто мы кое-что придумали. У нас же на нашем общем семейном канале Magic Family сегодня вышло видео с супер-мега-гигантской распаковкой 20 коробок подарков от подписчиков. Да, и там было очень много лизунов и слаймов. Кстати, не забудь посмотреть этот ролик. Ссылка будет вот там внизу в описании. Там такая классная распаковка. Там столько всего нам надарили. Даже Гуччи. Юми, там было не только Гуччи. Короче, мы решили, что мы возьмем гору слаймов из той распаковки. Так, и что дальше? И смешаем их с нашими уже готовыми гигантами. Сделаем их еще больше. А потом уже будем экспериментировать. Но они же будут вообще огромные. Так в этом и прикол. Да, Ань, ну ты что ничего не понимаешь? Ох, ладно, хорошо, как скажете. А сегодня ты будешь помогать нам уничтожать инки стрессы. Мы кое-что прикольное придумали. Да, кстати, Ань, киса Алиса опять ушла. Мы видели, как она вышла за забор. Да что ж такое не так-то с этой кошкой? А, на твоем канале Анимэджик тоже вышло видео? Ага. То есть сегодня на всех каналах опять ролики? Ага, я старалась. Тогда, ребята, обязательно сходите и посмотрите, и везде лайки поставьте. И на наш инстаграм подписывайтесь. Юмич, а инстаграм-то тут при чем? Не знаю. Ой, ладно, что надо делать? Итак, для начала освободи нам поднос. И зачем я собирала это все в поднос? Назовем наш интистресс-ресторан космическая кухня. Нет, это тупо, пусть будет инопланетная жратва. Давайте вы потом поспорите, а? Лучше расскажите, что делать. Покажи ребятам этот сквиши клубничку и расскажи про него. Ну, это клубника сквиши. Очень большая, целую руку занимает мою. Ну, сквиши это что-то типа поролона, специальный материал, который сжимаешь вот так. А он потом медленно расправляется. И он не остается таким помятым, а возвращается в то, чем он был в самом начале. Кань, да ты просто антистресс-рескипедия. Да уж, лучше апельсин покажи. Сами просили рассказать. Ну ладно, а что мы делать-то с ними будем? Кань, ну погоди, ты покажи апельсин. Еще тут такая половинка апельсина. Кстати, очень похожа на апельсин настоящий. И это тоже очень большой сквиши. А теперь разрежь их. Клубнику напополам, апельсин надолький. Наш инопланетный ресторан «Космическая жратва» можно считать открытым. А кто будет есть в этом вашем марсианском ресторане? Не марсианском, а космическом. Кто-кто? Инопланетяне, которые питаются антистрессами. Да уж, очень логично. Вот ваши дольки апельсина, но почему-то они внутри белые. Это мое, положим сюда. Нет, ну Юмичу, так нечестно, это же наши фрукты для десерта, положи обратно. Че ты, Софина, че ты как зануда-то, ну один кусочек, ну. Нет, покемон. Ой, ну и забирай, жадина. Так, разрезаем клубнику напополам, и она у нас, хм, странно, прикол, а она внутри красная, а не белая. Интересно, почему апельсин белый, а клубника все-таки красная? Складывай наши фруктики на наш антистресс-поднос. Так, фрукты есть, погнали дальше. Это еще не все фрукты. Вот, например, у нас есть розовый ананас. Разрежь его, Ань. А разве ананасы бывают розовыми с голубыми листьями? Ань, ты тут не для того, чтобы задавать вопросы, разрезай давай. Ой-ой-ой, вообще из-за того, что он типа силиконовый, он весь в вашей шерсти, между прочим. Это тоже не важно, режь давай. Хватит мне указывать. Кстати, по-моему, в нем обычные белые орбизы. Интересно, какой он будет на вкус для ваших пришельцев? Ну-ка, 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 как резина? Хватит болтать. То есть ваши пришельцы что, резину любят? Отстанет. Ух ты, у него внутри правда прозрачные орбизы. Вот такая пупырка осталась от вашего ананасика. О, смотрите, я надела его на руку как чехол. Вообще-то как перчатку. Ну, да. Аня, ты как ребенок, сними ее и положи уже наше блюдо на поднос. Я для них тут стараюсь, а они вечно только на меня ворчат. Так, не, ну, отлично, нам теперь нужна какая-нибудь еда. Как насчет вот этой волосатой рыбы, которая тоже вся в вашей шерсти? Между прочим, очень прикольный антистресс. И очень смешной, когда надавливаешь на нее, у нее выпучиваются глаза. А, они, по-моему, кстати, пластиковые. Как называются эти рыбы, у которых такой нос? Рыбомеч, Аня. Точно, точно, рыбомеч. А еще у нее так хвостик смешно болтается. Почему мне так смешно, когда я на нее надавливаю? Посмотрите на ее лицо. Ань, режь, давай уже, а. Вообще-то рыба это и так еда. Зачем нам ее разрезать? Разрезай, как режут рыбу по животу. По-моему, у нее внутри тоже орбизы. Ань, ты ничего не понимаешь, это не орбизы. Это антистресс икра. А, понятно, типа это рыба с икрой, да? Ой, кажется, я оторвала ее глаз. Ну, ты и рукожопой, ну, клади в тарелку тогда, что ли? Тогда им второй отрывай. Ну, вообще-то рыбьи глаза, типа, и не едят. А, капец, без глаза рыба. Ребят, она как-то теперь жутковато смотрится, если честно. Стремно. Отреши все. И хвосты, и нос, и плавники. По-моему, сейчас это стало выглядеть еще стремнее. Спокуха, ребята, надо просто ее чем-нибудь украсить. Вот точняк. А, чем? А давай вот этой яркой штукой. Окей, а что это такое вообще? Это сквиши. Я вижу, что это сквиши. Кто это? Что это за существо? Может, это гусеница? Я не знаю. Может, это цветные шарики с лицами в зеленом чухле? Да, Юми, это цветные шарики с лицами в зеленом чехле. Но это же что-то означает? Может, это горох? Ань, успокойся, пусть просто ребята напишут в комментариях, что это. Между прочим, это не просто сквиши. Это еще и брелок. И он очень большой. Целую мою руку. Ладно, разрежем их на три части, пожалуй, да? Получилось три маленьких сквиши. Давай украсим и нашу стрёмную рыбеху. Короче, это инопланетная рыба с космической икрой и марсианскими бобами. По-моему, норм, чё? Да уж, криповый у вас ресторанчик. Сама ты криповая, Аня. Нормально всё, лучше вот эту штуку разрежь, на. Да это же просто обыкновенный мячик. Ничего, он необыкновенный, чё сейчас и скажи. А ты проверь. Точно, он правда необыкновенный. Он мягкий и у него внутри что-то белое. Когда на него нажимаешь, он становится не розовым, а белым. Что же там такое внутри? Вот, самой стало интересно. Теперь ты понимаешь, почему мы их уничтожаем? Потому что интересняк же, чё у них там в кишках? Да уж, понятно. Давай, Аня, аккуратненько. Ой-ой-ой, из него льётся что-то белое, похожее на сметану. Или наклей ПВА. В общем, какая-то непонятная белая смесь. Выливай в миску, это будет наше инопланетное антистресс мороженое. Так, ещё плюс один десертик нашему меню, отлично. Смотри, у нас есть такая штука, как будто это красивый десертный стаканчик. Давай его чем-нибудь наполним. Да, и правда прикольный стаканчик, он развинчивается, в него можно что-нибудь положить. Давай вот эту вот фигню туда наложим. Не ложить, а класть. Не наложим, а положим. А что это вообще? Это антистресс-бомбы, мои любимые. Бомба? Почему бомба-то? А ты нажми. А, я помню, мы такие разрезали, да. Но мне это больше напоминает икру. Ребят, кстати, напишите в комментариях, кому это что напоминает. Это 100% похоже на икру. Ох, как же я люблю их жамкать. А, 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 он брызгается. Упс, ну ладно, кажется, ты его лопнула. Ну вот же жука жопа. Блин, и правда, я, похоже, дырку в нём сделала, и теперь вода из него выливается. Но, стоп, откуда в нём вода? Теперь я сама хочу его разрезать, чтобы понять, откуда в нём вода. Но для этого нужно порезать сначала эту сетку, чтобы он совсем не развалился. По логике, внутри должны быть орбизы. И орбизы должны находиться хотя бы в небольшом количестве воды. Иначе они засохнут. Понятно, вы тут типа самые умные, а я просто рукожоп, который вам всё портит, да? Ну, типа того, да. Эй, между прочим, кроме орбизов, там явно что-то ещё внутри есть. Какие-то цветные штучки. Ух ты, в прошлых штуках, которые мы разрезали, такого не было. А, видите, китайцы усовершенствовали своё изобретение. Блин, это куча маленьких цветных эмодзи, у меня сейчас все руки в них будут. Ань, закончил уже наш коктейльный стакан, а? Ой, всё, ладно, короче, положу вот эту штуку сверху, как будто это типа шарик мороженого, да? Да-да-да, закрывай уже. Хватит на меня бурчать. Да любим мы тебя, просто ты, ты, ты. Кто я? Мэнчик. Хе-хе-хе. По-моему, пока мы возились, уже стемнело. То есть мы закончили вашу эту инопланетную кухню, я могу идти? Вообще-то у нас ещё очень много антистрессов. И впереди много блюд, так что просто включи свет. Блин, ладно. Очень хочется приготовить медведя. Что? Так, тихо-тихо-тихо, давайте вот с этим закончим. Так, и что это за баночки такие, что в них? Это типа жвачки для рук, но у нас же космическая инопланетная кухня, поэтому мы должны что-то из них придумать. Надеюсь, не я должна придумывать, у меня фантазии не хватит для такого бреда. Эээ, ты чё? Эм, ну да, это зелёная жвачка для рук, кстати, очень прикольная. Сразу хочется поантистресситься. И у неё тут, между прочим, есть глазки. Это живая жвачка для рук. Ожившая жвачка для рук. Привет, меня зовут Джон. И я очень гибкий. Я умею делать что угодно. Могу сгибаться как захотите. О, понятно, короче, это надолго. Мне кажется, ребята, Джон очень добрый, он улыбается. Ань, ты извини, конечно, что мы отвлекаем тебя от безумно важного дела, но мы должны тебя огорчить. Можете говорить что угодно, Джон весёлый и он не обидится. Аня, Джон это не Джон. Джон это соус. По-моему, Джон немного расстроился, ребят. Ань, ну хватит, а. Эта зелёная фигня будет майонезом для наших космических пельменей. По-моему, Джону не нравится эта идея. Аня. Ладно, ладно, зелёный майонез. И синие пельмешки. У нас же кухня для инопланетян. Понятно, я так понимаю, пельмени надо лепить из этого? А вдруг у этого синенького хангама тоже есть глаза? Значит, у наших пельменей будут глаза. Мне кажется, что даже инопланетяне не такие жестокие, чтобы есть еду, которая смотрит на них грустными глазками. А ну до сих пор как ребёнок. Только ребёнок мог придумать из жвачки для рук говорящие зелёное чудище по имени Джон. Да, конечно, а зелёный космический соус с глазами. И синие пельмени, и всё это едят. Пришельцы в инопланетном ресторане, это вообще ок, да, вообще нормально. Ань, слеплю же две пельмешки, а. Да это же жвачка для рук, а не тесто. И вообще из меня очень плохой шеф-повар. И лепитель пельменей, стараюсь как могу. Ну что, готова? Это всё, на что я способна. Больше на вареники похоже. Ой, да, ну ладно. Пойдём, айнесс антистресс. Извини меня, Джон. А в него наши синие космопельмешки. Ну как-то так. Ребят, извините, но мне правда пора бежать доделывать видео на другие каналы. Но я обещаю, честное слово, что завтра мы закончим с остальными антистрессами. И уже буквально через денёк выпустим следующий ролик с уничтожением и вашей инопланетянской кухней, хорошо? Ну, вообще-то у нас был другой план. У нас столько антистрессов и столько блюд впереди. А, ну извините. Ну ладно, ну только скажи тогда ребятам, что мы сейчас шли и смотрели новые ролики на других наших каналах. Ссылки в описании. Ты только что это сказала, Юмичу. А, да? Ну ладно, пока. Увидимся скоро.